Вам видно меня, нет? Да, видно. Добрый вечер, привет спою. Да, добрый вечер. Ну я очень хотел с вами вот так поговорить. Я приготовил 47 вопросов. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не, зачем, наоборот. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Ну, сперва, как вы поживаете? Отец мне много о вас говорил, хороший. Ну, я начну вопросы, чтобы время не терять. Давайте, я жду. Давай. Зачем ангел предупредил, когда то Рождество Христа, предупредил Иосифа, не, после Рождества, что будет гонение и пошел в Египет. Да? А эти детей, что убили до двух лет, зачем их не предупредил Бог? А вы кому вопрос задаете? Вам. Нет, это вопрос Богу и ангелу. Если бы это я сделал, мне бы сказали, а это ангелу, а ангел вопросы не терпит. Поэтому выбросьте его вопрос. На спасение это не влияет. Бог сказал, а я отвечать за Бога не могу. Что Бог имел в виду? Писание, Библия молчит. А потому написано, что Царство Небесное будет как дети. Потому сказано? Вот Бог сказал, мы должны согласиться. Нам это знать не надо. Бог скрыл. Все, вопрос снятый. Хорошо. Следующий вопрос. Как вести себя, как учить людей, например, когда я вижу, что больше слава идут на святых, они больше поклоняются святым, чем Богу. Как проповедовать тогда людям? Как Иван Креститель? В этом случае. Надо людям рассказывать, как проповедовать. Если послал Господь апостолов до конца вселенной, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Вот эта тварь вокруг нас. Мы должны проповедовать секторам, еретикам, язычникам, коммунистам, фашистам, всем. Не, когда? Да, что Он воскрес. Радость воскресения. А примут или не примут, от нас не зависит. Есть благодать призывающая, это мы ее зовем. Благодать обращающая, что они обратятся. И благодать благословяющая, освящающая от священника. Да, хорошо. Например, святые. Например, на святых, новые святые или иконы, мощи. Там больше уважение идет, чем Богу. Вот это проблема, я говорю. Еще проблема. Ты этого не делай, а другим скажи, и все решилось. А то священники, людей не учат. Господь сказал, оставьте мертвецам хоронить мертвецов, а они раскапывают. Следующий вопрос. Зачем Бог оставляет человека? Есть периоды, когда Бог чувствует человека, а потом он не чувствует, как будто уходит Бог. Опять же, вопрос-то к Богу. Почему Бог? Откуда мы знаем? Бог знает жизнь каждого человека, каждой мошки, каждой молекулы. Это Бог распоряжается. И мы вопросы ставить к Богу не можем. А почему земля круглая? А почему, Господи, не сто тысяч лет, а дальше семь с половиной только прошло? Почему лет человеческой жизни семьдесят лет, а было девятьсот пятьдесят? Мы не можем задавать. Бог это делает. Господи, а зачем потоп? Там же дети погибли. А с Содом Гамора люди молодые сгорели. Там все сгорели. Бог делает. Да умолкнет всякая тварь. Не позволяй уму блуждать, где не надо. Следующий вопрос. Я долго собирал вопросы, все разные тематики. Зачем Вы не пьете по воскресеньям вину для здоровья? Не понял. Что? Пётр, что? По воскресеньям зачем не пьете вино? Почему по воскресеньям не пьете вину? Кто не пьет? Вы. Почему по воскресеньям не пьете вино? Ну, я обхожусь без него, но это не грех. Если я бы говорил, что нельзя, это грех, тогда я был бы виновен. А я воздерживаюсь, и всё. Если человек говорит, что если священник женился, то он недействительный. А если человек не женится ради Бога, это похвально. Мы вообще в рот не берём вина, ни воскресенья, никогда. Да, ну понятно. Это там же написано, что для укрепления желудка немножко можно. Да, у нас желудок хороший, он мне не нужен. Сегодня как раз болеют от вина желудки-то, они лечатся. Да. Вот следующий вопрос. Когда во время аборта умирают дети, куда они попадают в их души? Тогда, если я не хочу, чтобы они попадали в ад, то Бог, в сравнении со мной, Он сто раз добрее меня. Куда они будут попадаться? Ещё раз говорю. О младенцах, которые не согрешили, в аду они никогда не будут. А где они будут, этого мы не знаем. Может, будут научены. Библия умолчала. Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Мы знаем, говорит, Илья взят на небо. О чём он там занимается? Не знаем. Понятно. Следующий вопрос. Православный священник должен обращаться одинаково. И с богатым, и с нищим. Это так должно быть или нет? В каком плане одинаково? Ну, как человека. Ну, конечно, конечно. Об этом апостол Иапа говорит. Говорит, если войдёт к вам бедный, ты его к порогу сажаешь где-то. А вот зайдёт богатый, ты перед ним расстилаешься. Не будьте лицы приятными. Мы должны быть одинаковы ко всем. Не смотреть, что это президент, значит, тогда ему можно всё. Вот у нас бы президент сейчас приехал, мы бы его соглашенными вывели. У нас очень строго в общине. Все по форме одеты. Да. Правильно. Следующий вопрос. Что, какой страх? Ветхо заветный, Божий страх. Говорится о Божьем страхе. И какой должен быть снова заветный Божий страх? Мы должны Бога бояться. Или без него? Я понял вопрос. В Ветхом Завете речь шла конкретно о том, что если он нарушил что-то, побейте его камнями. У тебя был бык. Бык. И он будущий был. И ты знал, говорит. И он забодает кого-то. Хозяина убейте. Потому что ты знал. А в Новом Завете говорится о вечном. Об аде. А там не говорилось о жизни, которая на этой земле, что тебя убили. А где ты будешь? Может, и покаяние Бог даст? В Новом Завете больше, как бы не огорчить любящего Бога. Мы его называем отцом. Мы его дети. Как я могу... Жена да боится мужа. Это не то, что он пьяный придет с работы, лупить ее будет. А то, что он выше ее, руководитель. Она должна бояться испортить ему настроение. Должна бояться, как бы он не был ей недоволен. Вот как. Так и здесь. Мы боимся того, чтобы не огорчить Господа Бога. Чтобы он не отвратил лицо свое от нас, чтобы нам не погибнуть. Да. Понятно. Вот следующий вопрос. Это касается про евреев. Настоящие евреи. Считается человек, который верен Богу. Это правильный мысль? Правильно. Это Иоанн Златоуз говорит об этом. Израиль переводят они зрящий Бога. Мы являемся новым Израилем. Избранники Божии. Бог говорит много званых, мало избранных. Так Израиль как народ избранный. От него мы получили Христа и Библию. А мы, которые уверовали, мы идем в небесный Иерусалим. Апостол Павел, посланник евреям, об этом и говорит. Значит, еврей по крови, это ничто не значит. А значит, евреи по вере. Израиль как был, так и остается Израилем. Израиль остается. Так такой был. Все обетования, данное Израилю, Бог выполняет. И там будет мировая битва Армагеддон. И там будет антихрист от Израиля из колена Ливиина. Три с половиной года царствует над всем миром. И там закончится мировая история. Участь Израиля уже известна заранее. Да, я понял. Следующий вопрос. Зачем исчезает стимул христианства? Вот я вижу, реально там начали ходить, и все, а там исчезло. Они начали все материальную жизнь. И это очень трудно на это смотреть. Вот зачем исчезает? Вот современная технология заходит, это все хорошо, тоже можно хорошее взять. Но очень... Сейчас что с католиками случилось? Там они все там в церкви не ходят. Сейчас понемножку у нас тоже так начинается. Уже втирают веру. Ну да. 2% только из тех, кто называется православными, 2% только приходят. Да. Следующий вопрос. Какой будет ад? Там будет огонь, или что там будет реально? Реально определенно говорится. Идите в огонь вечный, уготованный дьявол и ангелами. Прямо говорится об огне. А какой он будет? Нравственно будет гореть душа, сожалевая о том, что не покорилась Богу. И будет гореть там, соединенное с телом. Сейчас горит одна душа, а потом душа войдет в тело мертвое, когда воскреснут. И она вместе будет брошена в ад. Вот это написано. Гореть будет и душа, и тело. Речь идет об огне. А какой огонь, как, это никто не знает. Мы говорим, не представляя, что такое вечность. И будет ли она так, как мы понимаем. Правильно. Да. Следующий вопрос. Мы кому должны слушаться, повиноваться? Священнику или Святому Писанию? Святому Писанию. А священнику сказать, где он поступает неправильно. Если он просит, кто бы ни был, покоряться ему не можем. Потому что написано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Иисус говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Значит, по нему надо жить, оно будет нас судить. А священники, Иоанн Заталус говорит, большая часть священников погибает. Вот 10 священников, шестеро будут в аду гореть. А можно больше? Так, следующий вопрос. У меня три сына маленьких. Я хочу такой вопрос задать. Как правильно наказывать детей? Когда он что-то нарушает или плохо ведет себя? Знаете, я вам скину материал. У нас сайт есть. И на сайте там вопросы и ответы. И там на первой странице книга есть такая, моя книга, называется «Кристиному православию». И там заголовок откроете, и я вам кину его просто. О семье. О семье. Как наказывают. Там все написано. Все. Я вам скину материал этот. Не жалей розги, говорит. Не жалей, чтобы последствия утешать. Вы сейчас где живете? Где живете сейчас? Я в Африке живу. Там называется село, в конце города есть Африка такая. Вы же были у нас. И следующий вопрос. Знаете, следующий вопрос ближе к этому. Какую духовную пищу мы должны давать детям, чтобы они давали плода потом? Вот у меня книги вышли «Открытым оком». Называется. Я слышал. 33 тома. И отдельный, в отдельном томе, допустим, в третьем, там о воспитании воспитателей, как с детьми обращаться в разный возраст. До пяти лет, до восьми, до десяти. Там все сказано. Если вы зайдете на наш сайт, вы все там можете скачать себе. Хорошо. Я там найду эти ответы. Да. Как правильно помогать Беднаму? А написано «Люби ближнего, как самого себя». Голоден, даже враг, если врага накорми, тем более ближнего, если голоден, накорми, жаждет напой, мерзнет, одень, и принимая его, ты принимаешь самого Христа. 25 глава Евангелия от Матфея. Да. Щедро сеять, щедро пожнет там в вечности. А кто так скупо, полкопейки на двоих, значит, скупо и пожнет. Да. Правда. Следующий вопрос. Вот такой пришел, вот Антон Сурожский вот такой мысль сказал, что Иисус Христос пришел и для самоубийцев тоже. Как так? На самом деле Христос пришел спасать самоубийцев. А где это написано? Не, Антон Сурожский выразил такую мысль. Никде нет. А самоубийцы беспокаянные в ад идут сразу. А во время смерти они покаялись. Где покаялись? Во время смерти, вот до смерти. Да какая смерть, когда петлю на себя наделали, выстрелил, в рот себе выстрелил. Какое покаяние это? Мозги по стенке. Это самое страшное. Покаяния никакого нету. И для них спасения нету. А у них молитвы нету. Только одно в пользу их. Если он был сумасшедший, не понимал, лез куда, залез и утонул. Вот за них можно молиться. Следующий вопрос. Что вы скажете о индуизме? Гуру там и всякие эти. Они, аскеты, там очень, даже наши не могут так. Какой? Они дают советы лучше, чем наши священники о жизни. А зачем так? Наши священники тоже могут нормальные советы давать. Конечно. Они там людей закрывают комнату и связывают. А вот эти гуру такие советы дают, чтобы балансировать все там на нейтрализацию сделать. И лучше советы дают, чем священники. Зачем? Их слушать грех или нет? Нужно одно сравнить. Вы любой вопрос когда задаете, этот вопрос решайте. Четыре вопроса к нему ставьте. Первый. Что я в этом ответе ищу? Земного или небесного? Временного или вечного? Второй вопрос. Ставьте к этой теме. Что об этом говорит Святая Библия? Третье. Что об этом говорит моя совесть? И четвертое. Не будет ли это соблазном для окружающих? И когда это решится все, тогда ты смотри как поступать. У тебя уже будет понятно чего ты ищешь. Ну да, правильный ответ. Следующий вопрос. Как найти собственно в сердце Царство Небесное? Видите, это трудный вопрос. Это должен каждый решать. Христос сказал, Царство Небесное не придет приметным образом. Оно внутри вас. Царство Небесное не пища и питье, но праведность, мир, радость во Святом Духе. Праведность оправдания кровью Христа. Мир с Богом, с ближними, с самим собою. Мы жертвой Христа примирили. За наши грехи умер Спаситель мира Христос на Голгофе. И когда мы это знаем, примирились, написано, кто ходит во свете, как Он во свете, Иисус. Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Да. Следующий вопрос. Зачем ожесточил сердце фараона Господь и гонял евреев. Бог же знал смысл какой, что он что значит ожесточил. Тут надо понять это слово. Это означает долго терпел. Вот отец когда терпит, что сын там у него бродяжничает, наркотики принимает, и отец все прощал, и у него сердце закрепло как камень. Потому что влагой любви Божией человеком удалялось. Вот это означает вначале фараон ожесточал сердце первый, второй раз, третий, а потом уже только написано, и тогда Бог ожесточил его. Ожесточил. То есть доводы у него в голове появились, а что я отпускаю, рабы работали, кирпичи делали, а что я делаю-то, кто будет работать-то? Мы же отвыкли, мы все за компьютерами сидим. Ну, вот это значит, что испарилась любовь, высох камень грязь и превратилась в камень. Да. Следующий вопрос. Где пророк Илья? Параллельно в мире? Или где? Параллельно в мире никакого нету, параллельного мира. Вот Иоанн Златоусый говорит, что пророк Илья взят, взят. Павел, говорит, я был до третьего неба, а у мусульман семь небес, но это у нас нету. У нас есть три, три и небо небес. А где, говорит, Илья находится, мы не знаем. Чем занимается, не знаем. Библия молчит, и нам стоит рот закрыть, чтобы ни одного слова не говорили. Хорошо. Если что-то говорить, и говорит, так написано, кто добавит, на того Бог язвы наложит. А что, кто отнимет, отнимет участие в книге жизни. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих, всякое слово Бога чисто, не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А в откровении написано, учишься лжецов в озере Огненном. Это очень опасно, добавлять что-то. Священник гонит о прополуе отмечает. Бабка видела, Матрона во сне видела там. Это бабьи басни. Да, понятно. Ян Затаус говорит, бреди пьяных старух. Да. Правильно. Следующий вопрос. Как мы должны правильно принимать чудо? Например, на иконах или исцеления там. Вы видите как, вы вопросы задаете, у меня уже это известно. Вот когда иконы мира тащили, была составлена комиссия в патриархии. И там были два сопредседателя, два председателя, экономца потенциана и Павел Флоренский. Не тот, а новый Павел, заведующий там биологического какого-то университета. Там были священники, химии, ботаники, все разбирали. И они вывод сделали так. Не нечистая лисина над нами смеется, а мы голову ломаем. То есть такая чертовщина, и люди начинают верить. Сатана может мироточение сделать, чудо любое. Поэтому Златоуд говорит, мы верим не в чудо. Чудо требует иудеи. А ели на мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Первое послание Коринфянам, первая глава. Да. Я вот за всю жизнь 57 лет верующей. У меня не было, чтобы я голос слышал или видел. Самое большое чудо, что меня Бог призвал, открылся, дал веру. Вот самое большое чудо. Да, я согласен. Следующий вопрос. Что значит святой объяснить? И правильное понятие о святом человеке, православном святом человеке. А мы написано «Будьте святы, как я свят». Это означает довериться Богу. Кровь Христа ощущает от всякого греха. Мы рождаемся заново, надо бы народиться свыше. Признать себя грешником, принять Христову заместительную жертву, что он за нас умер. И он делает человека святым и непорочным. А по делам-то мы грешим, бывает где-то и просим милости его, Господи, прости нас. По делам мы не все святые. И прям это сказать, Серафим Саровский говорит, когда Дух Святой от меня отступал, я ошибался. А Яков говорит так, Яков, все мы много согрешаем, а кто обуздывает язык, тот может управлять всем телом, а язык укоротить никто не может. Он исполнен смертоносного яда. Им Бога благословляем и проклинаем человека, сотворенного по образу Божию. Не может из-за одного источника течь сладкая горькая вода. У нас а так вот это грех. Надо больше молчать. Говорить слова Божии, огненные, как Иеремия, в костях как огонь разлитый. Я усилился молчать, но Господь разрывал это все и говорил, иди и говори, будут сушить или не будут. Они жестоковыные. Надо идти на проповедь. Вот мы через Грузию сколько раз проезжали были у вас? Да. до Владивостока, потом до Лиссабона. Сандинавию, Прибалтику и Север захватили. 650 городов и сел. И подарили у меня книги, в каждую библиотеку дарили на 35 миллионов. Ого, молодцы. Это Бог делает, Бог делает. Да. Я слушал, мне очень нравится ваша жизнь и миссионерство. Я вам скину материал наши все ресурсы. Хорошо, я буду благодарен. Следующий вопрос. Зачем потеряли так быстро веру евреи, когда Моисей был на горе Синай? Они тогда в Египте жили, они же молились Богу там, это, все, верили, столько лет, там, а так быстро потеряли веру. Это не угрожает ли нам, если мы живем без Бога? Да, это написано так, первое послание Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стихи, это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы, и в один час Господь погубил 3000 юношей самых сильных. Смотрите, проходит от Адама 1656 лет, и написано не развратилась земля, и Антатауст говорит, землей назван человек, он из земли взятый, и Бог навел потоп, от потопа прошло 721 год, и люди такую башню воздвигли, Бог говорит, Вавилонская башня, сколько там прошло, а уже надо было теперь не топить, а сжигать в огне Содом и Гоморру, вот так и здесь, давно ли мы были верующие, верующая страна, все православные, а сегодня такая беда, почему, потому что не вели к Богу, а вот разные мощи, по святым, это все надо, надо, но Бог-то главный, вот, здесь священник есть, Андрей Ткачев, и он говорит, я его очень люблю, он говорит, вот, или день был 2 августа, народу полный храм, а воскресенье половина нету, что вы делаете? Неужели воскресенье Христово меньше Ильи? Он придет, пророк Илья, он голову-то поотвинчивает? Да, правильно, вот, следующий вопрос, как управлять собственный ум по-христиански, вот такой вопрос, потому что мысли много приходят, но я же тоже не могу руководить свой ум. Правильно, не можем, а Господь-то дошел, Он пришел к нам, чтобы исправить нас, и мы ангелов-хранителя просим об этом, ангел-хранитель, сопутствуй мне, чтобы я не заблудился, мы просим Господа, да будет воля Твоя, не моя воля, но Твоя, Твоя воля, воля, это значит в разуме, и она переходит в сердце, а сердце на руки, женщина взяла три меры муки, положила закваску, доколе все не вскисло, 13 глава Матфея, 33 стих, вот как. Да, правильно, следующий вопрос, если у него сколько должен работать, христианин, если он сможет, физически, или как получается, сколько часов в день. Витя, вы мне задаете вопрос, у меня жизнь прошла такая, что я всегда на вас смотрю, вы там очень все всегда работаете, и мне очень приятно, у нас тоже, если не работаешь, ничего не получается. Мы работали всегда, мне Господь позволил быть сильным, я всегда выработка была 280-300%, то есть за трех мужиков, печь делают несколько дней, а мне Бог позволял две пищи за один день делать, но это, конечно, уже с наровкой, как Бог даст силу здоровья. Следующий вопрос, зачем мы постимся, это жертва или наша, чтобы мы были крепкими и были готовы к голоду. Для того, чтобы ослабить плоть, она противится духу, и смиряя плоть, мы вращуем душу, говорит Иоанн, златоуст, вот поэтому-то против сатаны только одно рекорство, сей род изгоняется постом и молитвой, я как приехал, отец наум мне сразу слово дал сказать, ну а там сидят монахи, я говорю, монахи придумали, что послушание Авве, начальнику монастыря, больше, чем пост и молитвы, я говорю, это самое дьявольское слово, пост и молитва, это высшее оружие, а монахи говорят, это позади, сначала ты его слушай, а не оружие, которое Бог дал на дьявол, они выбивают из рук, они совсем Бога не знают, монахи эти. Отец наум говорит, они недовольны были, когда ты так сказал. Ну и с ними надо с подходом, грузины горячие люди, надо с другим точки зрения подходить им, они прямо понимают и обижаются, они тоже на самом деле скромные, хорошие монахи у нас тоже есть, но когда вы так сказали, они обиделись, конечно, но вы правы, я согласен. Вот следующий вопрос, вот Бог потребовал, сказал Аврааму, дай мне твоего сына в жертву, это Бог потребовал, да, а кто потребовал жертву Христа, люди, нет, люди не знали об этом, Бог любовь являл, и говорит, нас возлюбил тогда, доказывает любовь, что возлюбил, когда мы были еще грешниками, там Авраам был испытан, говорит, и он открылся Богу, для Бога я и сына не пощажу, и вот это был прообраз, Исаак нес дрова, а Христос нес крест, Ян Затаус говорит, это прообраз был Христов. Да, очень я хочу следующий вопрос задать, у вас был один раз этот Шахматов, ваш брат вот только что он был, и он ему сказал, что потому не понимаешь, что ты не призван, а зачем так он сказал, потому что там разбойник тоже не был призван, но в конце он стал призванным. Нет, он еще не знает, он проработал всю жизнь секс-индустрией в Бомонде, работал для блудных дел, а теперь пришел, а священники пашут на нем, он еще не знает, молитвы разводят, до Иерусалим поехал, он тут натолкнулся, когда на нас-то, и на меня говорит, вот эта бомба такая заложена, и вот только дня три назад с ним связался мой посредник, пригласил его, чтобы побеседовать по скайпу, он говорит, я с Игнатьем беседовать еще не готов, оказался. Ну нет, вопрос такой, что избранный рождается, или избранным человеком, человек может стать избранным. А, вот эти, сам человек в избрании, как говорится, а я хочу быть избранным, да, это предсказано. Вот, когда были в утробе матери, Иаков и Исаав, Господь говорит, Исаава я возненавидел, а Иакова возлюбил, а они еще не сделали ни хорошего, ни плохого, еще в утробе матери были, но это Бог, он знает, как человеческий путь пойдет. А он мог изменить? Да, мог. А иначе бы не было сказано 11-28 Матфея, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. А не так, что это было занаряжено, и я хотел бы, да меня Бог не пускает. Это не так. Человек вольный, свободный, по образу Божьей сотворенный. Он может в любой момент изменить свое направление. Куда я иду? Прости меня, Господи, я ошибался, как Саул гнал церковь Христову, а потом встретил его. Саул, ты гонишь меня, а кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И он из него сделал апостола вселенной, самого великого. Следующий вопрос. Вот такой вопрос здесь беспокоит очень многих людей. Скажите, смысл жизни на твое слово? Или без чего нельзя жить? Матавилов Александр Николаевич долго задавал вопросы людям. И ему ответил Серафим Саровский. Смысл жизни стяжание Духа Святого. Два момента надо знать. Выпросить у Бога рождение свыше. И второе, жить в Духе Святом, что Богу угодно делать. Все, в этом другого смысла нет. Ну, а к этому относятся спасение души, освящение, святость. Вот в этом все. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8.9. Не Божий человек. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. В этом смысл жизни. Павел говорит Филипписам 1.21 говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Да, это великие слова. Вот следующий вопрос. Это меня всегда мучало. Вот, например, человек умирает, но он не крещеный, но уверовал Иисуса Христа. Он может крестом освятить воду и крестить себя перед смертью? Нет, такого нету. Может крестить даже мирянин. если правильно засчитает, скажет, крещается раб Божий Иннокентий во имя Отца, аминь, с головой под воду. Вот когда Отца Наума крестили, я у него был крестным. Вы знаете? Да, я знаю. Тогда может быть, а чтобы сам себя, это драссида так было, 5 марта ее житие. И церковь приняла это, но это не по закону. 50 апостольское правило гласит, священник конкретно в троекратное полное погружение, а сегодня лоб только ладошкой мокрый и все. Да. Вот следующий вопрос. Я как смотрю на христианинах и людей, что много неверующих, а очень мало верующих, которые спасутся. А Богу не жалко эти миллионами людей, миллиардами, что они гибнут? Я вопрос не понял. Вот вопрос такой, что вот как я вижу, христиане спасаются маленький процент, а очень много людей живут без Божья, без Бога. Ну так написано, много званых, мало избранных. Да. А Богу не жалко этих людей, как это Лудостоевского легенда о великом инквизиторе. А они не обращаются к Богу. Книга пророка Иеремии 15 глава 6 сих говорит так. Ты, Господь говорит, забыл меня? Я простру на тебя руку и погублю тебя. Я устал миловать. Это Бог говорит, я устал миловать. А зачем они наживаются? вас звал, говорит, вы не пришли, и вы будете звать меня, и я не приду. Вы для меня сделались как звери, как львы, и я для вас таким же буду. Человек посеет, то и пожнет. Так что не надо жалеть. И написано, мы считаем там у этого, у пророка Иеремии, конкретно он говорит, что не удерживай, меч Господень открови, проклят, кто его удерживает. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. говорят, на суде Божьем, если мать спасен, а увидишь, что дети в ад идут в огонь, какое царство там будет, а в ней будет такое же чувство, как у Бога. Отойдите от меня, проклятый в огонь вечный, я никогда не знал вас. Да. Вот вопрос следующий такой. Вот я художник, например, я творческий человек. Какой должен быть художник или творческий человек христиан, ну, по-христиански, какой должен быть? потому что творческий человек, там разные вещи, там камни можно и там рисовать, и какой должен быть христианский творческий человек. А вот смотрите, есть такая певица поет, православная она называется, Светлана Копылова, запишите. Да, сейчас я ручку возьму. Давай. Светлана. Копылова. Копылова. И там у нее есть, она поет, кисточка называется, кисточка про одного художника, вам это очень полезно будет. С удовольствием послушаю. Да, кисточка в божьих руках называется. А у вас там на стене карикатура эти, кто рисовал? Это я. А еще ты стену портишь, а зачем? Это дети хотели, вот и Ангела тоже нарисовал. А-а-а. Ну, сейчас есть такие фотоаппараты, кинохроника, все это время тратить-то на это зачем? Да, я вижу, вижу, вижу. Да. Сегодня, допустим, раньше было, чтобы нарисовать Льва Толстого, он позировал там целую неделю. А сейчас в течение одной секунды он уже будет на более похожий. Да, но есть разные художники, я, например, месяцами не рисую, у меня быстро получается. Так, следующий вопрос. Если там во время рода умрет мама, она достойна Царства Небесного? В зависимости от веры, не от родов. От веры, да. спасает кровь Христа. Написано так, Евангелие Теана, 3 глава, 36 стих. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную, они верующие не увидят жизни, в родах умирает или как, но гнев Божий пребывает на Нем. У иных верующие это другой разговор, конечно, страдания ее, она аборта не сделала, Господь все учитывает. Так, следующий вопрос. Для меня крест это святое. А должны, зачем освящают крест, мне непонятно. Ну, так принято. Потому что священник проверяет правильно, неправильный крест. Сегодня креста-то правильного не найдешь. Там крест такие набалдажники, вот так вот склонный, масонский крест. Ну, ничего не понимают-то. Крест какой должен быть, если так говорить, шестиконечный, вот он, перекладина и вверху надпись, все. У нас еще одна внизу для ног, но была она или не была, мы не знаем. Ну, так принято у православных. А на самом деле Букрест на самом деле мы не знаем до конца, знаем, что руки были прибиты, привязаны и надпись «Се Иисус царь иудейский». Вот это было. Вот я слышал от одной женщины, что его сына маленького тушила черная рука и она просто вот так руками крест взяла. И эта рука исчезла. У креста всегда есть сила и безосвященная тоже. Не знаю про частные случаи, которые не видел. Это тоже чудо может быть, а чудо может и дьявол сделать. Так что не будем говорить. Златоуст говорит, мне чудо не надо, я верю в Бога, а чудо может любой сатана сделать. Он может Христа показать, он не может показать только крест. Это единственное, почему если во сне ты видел крест, то это от Бога. Я это слышал от вас, но если это крест, тогда у него тогда сила нету у дьявола. Это не мои слова, Ян Касьян сказал, я его слова передаю. Вот как следующий вопрос. Вот я молодой человек, я прочитал там Библию, Новый Завет, как мне понять, что моя жизненная миссия, что я должен делать. Проповедовать о Христе, о Его рождении, жизни, смерти, воскресении из мертвых. Символ веры, веру во единого Бога Отца Вседержителя. Мы должны это нести людям и говорить, не умолкая. Будут слушать и будут, а ты говори. Новые люди будут обращаться. крестили у нас, отец Аким крестит мой брат. Были люди из Германии, из Ливии, через интернет все пришли на нашем ресурсе. Следующий вопрос. Как мы должны обращаться с хлебом правильно? Потому что я сегодня вижу хлеб выбрасывают в кусарный ящик. Это мне очень напоминает. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Я говорю, у грузин есть такой обычай. Крошки со стола старше смахивает себе в рот. Если кусочек уронил, подними, поцелуй его и съешь. Да, это есть такая традиция. Благоговейное отношение у этой нации. И мы должны людям сказать об этом. Да, хорошо. Какой должен быть настоящий стихарщик? Они красивые глаза бегают туда-сюда. Настоящий кто? Что значит вообще стихарщик? Какой роль у него? Прекрасщик? Не, не, вот стихарь. А стихарь одежда надевает? Ну какое? Я был когда в Москве у отца Кирилла Игумена. Когда бы не приехал, он мне сразу стихарь надевает, благословил, чтобы я пропоть в стихаре говорил. Но я без стихаря везде проехал, не в тихаря. Да. Мы проехали с благой вестью 120 тысяч километров. С нами собака была, ученая, чемпион России. Да. По защитной караульной службе. Отец говорил, вы вроде на одном участке хотели строиться двое. Я говорю, не делай этого. Жены будут против или что-то. Соберите деньги, в другом месте покупайте. Один пусть где ты живешь, а другой в другом месте. Еще друг на друге садиться. Зачем это нужно? Все, дядя, братья, а жены вас поссорят. Да, правда. Вот следующий вопрос такой, что у нас много таких родителей, мама, там, что у них умерли сыновья или дочери. Как их, какие слова им сказать из Евангелия, что им посоветовать? Самое лучшее воспитание вашей жизнью, чтобы они видели, что вы богобоязненны, вы молитесь, семикратно в день колени преклоняете. Это Абсолют 118 164 стих. Вот возьми его себе за эпиграф. Дети смотрят очень внимательно. Посты соблюдают все. Если ты православный, все, этим сказано все. Ты в церкви. Поэтому сохрани этот лик, а не так, что православный, а мне можно пить и курить и материться. Ты должен быть свят. Господь говорит, будьте святы, как я свят. ребенок, чтобы работал, помогал везде, не давай ему баловаться, долго спать. Ну и не перекрути гайки. Я свободу дал, чтобы лазят они там уже. Свобода в определенных рамках, законность. это будет хороший христианин и очень хороший гражданин вашей страны. Следующий вопрос такой. Что для нас опасно и чего мы должны бояться христиан? Огорчить Господа Бога грехами своими. Это самое страшное. Сделаться врагом Божиим. Многие говорят, сделаются враги креста Христова апостол Павел. И что? Идущий мой хлеб подняли на меня пяту, сделали враги. Быть другом или быть врагом Христа? В этом все для человека. Не быть отступником. Слово сказал выполни. Бог на небе говорит, а ты на земле зачем ты губишь себя? Ты сказал, ты выполни его. Поэтому старайся не говорить, не обещать ничего. Твердо держись этого. Слово ваше добудет да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Вот и все. Ты считал это? Да. помните, как у нас в лагере были? Я не был, я младший сын, я Павле, я просто по паспорту Георгия, а то я крестился Павле. Понятно. я младший, старшие братья были к вам. К сожалению, я не видел, что родные братья так дрались между собой, как они. Да, ужасно, как будто лютые враги они. Да, в Грузии все так, траться с детства учиться. Но я им не позволял, а то я их наказывал, драл их. Да, ну они очень крепкие выросли, они самостоятельные, там, рабочие, хорошие люди выросли. Вот следующий вопрос. вот когда будет воскресенье, второе пришествие, какую функцию будет ну целое воскресенье, да, какую функцию исполнить целое, да, он не будет ни дышать, ни голодать, вот для чего будет целое? Я не понимаю просто. Правильно и хорошо, что ты не понимаешь, врать не надо. Написано апостол Павел говорит, глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Это вообразить нельзя даже, какая радость будет. Человек освобожденный от этого тела, тело будет преображено, это же самое, не стареющее, безгрешное, очищенное, любящее Бога. Ангелы, архангелы с людьми будут вместе. Мы не знаем, даже язык только говорит, а это представить нельзя. на сердце не приходило ни одному фантасту, ни Беляеву, ни Жюль Верну. Да. еще один вопрос. Вот такой вопрос жизненный. Если меня ударили в лицо, и если я отвечу, чтобы защитить себя, это грех или нет? Вот так монахи подошли и спрашивают, а он им отвечает, ну вот тебе кто-то подошел и ударил, вы можете не злиться, они подошли посоветовались, говорит, нет, мы не сможем, ну а можете так, чтобы не ругать его, нет, ну он говорит, ну хотя бы в ответ не ударить, ну можете это претерпеть, они пошли порассуждали, а еще буду терпеть, то я ему за лимонию как зубы выбью за это, подошли и говорят, нет очень, не можем, он говорит, идите отсюда свиньи, что вы искушаете меня, я в Америке был, и там один в лагерь приехали, а мне дорогой рассказали, там пропадли, я как здоровый, крепкий, ну и ночью грабители, на него негры напали, а он вот так взял за шиворот, как в сторону, потом ударил друг об друга, и лопнул, один умер, а другой калека, с него сам сняли, ну он пошел и заявил, на меня напали, а я отдал им, а потом друг друга поцеловали. Вот следующий вопрос, что вы скажете про Андрея Ткачева, я его слушаю, и очень нравится мне его пропадать. Я лично с ним не встречался, когда первый раз я его послушал, я сказал, он очень опасный, и может на меня броситься, но пока этого не случилось, я стараюсь его не задевать нигде. Он говорит, много и не видит, что перед ними, а оператор повернул вот так вот, а где он говорит-то, а там яролаж торгует, люди ходят, он говорит, как для себя самого, сидят перед ними, все без платков, там женщины, которые в брюках, он никого не видит, вот сегодня на меня вышла Наталья, а платка нету, я не стал разговаривать, сначала надень платок, ты посмотри, ты видел на наших роликах, как одеты дети, как взрослые одеты, да, нас говорят, когда наши сестры идут из церкви, а тут работают с юга, мусульмане, они, наши сестры идут, мы говорим, это православные, нет, это мусульманки, у них платки, как хиджабы, вот следующий вопрос такой, что у нас эта проблема есть, мы следим за это, что делать, когда в церкви во время службы люди шумят или разговаривают? У нас этого нету, у нас даже шепотом нельзя одного слова сказать. Ну это я очень рад, я знаю, что у вас нету, вы научитесь что-то нам тоже учим людей, один был здесь и говорит, я это понимаю, можно учить, но как младенец на руках, один раз пикнул и все, говорит, ты не слыхай, как они детей-то приучили, у нас зря собаки даже не лают, по уставу не положено, она даже обнаружить врага залавить, вот так, и здесь как, говорить абсолютно невозможно, нельзя, у нас устав висит, даже шепотом нельзя ни зайдите в храм, все, за 7 минут до начала, служба, допустим, с утра вот в 8 будет, за 7 минут даже зайти, встать, не шевелиться, углубиться в молитву, благодарить Бога за прошедшую неделю, за священника, даже не креститься, потом открываются царские врата, начинается богослужение, и когда священник кодит, у нас за ним не крутятся, как стояли, так и стоят, он кодит иконы, иконы, они нас, мы всему учим людей, люди знают это, да, еще следующий вопрос, вы не принимаете как протест, это просто интерес, зачем вы с женщинами грубо обращаетесь, а с чего ты решил, что грубо, ну, я ваши ролики смотрел, мне не понравилось, друзья так не делают, если ты не подкаблучник, конечно, обращается, вот, Исидор Пилосиод говорит, чем суровее мужчина обращается с женщиной, тем она больше привязана к нему, она, знаешь, это скала, он прокормит, пропоет и никогда не бросит ее, он за нее жизнь отдаст, он хочет, чтобы она в раю была, а то начинает, девушка была ангел, а сейчас превратилась в ведьму, и будто бы ответ поступил, Господь говорит, я сотворил девушку, а женщины, вы сами их делаете, вот последнее, это не вопрос, а вот такая просьба, что у нас, слушай, я вот сейчас вернулся домой, я во двор вышел, у меня каждая сестра подходит, обнимает и целует, а кого целовать-то, ой, приехал, 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 если я грубо обращаюсь, ни одна кошка не подойдет, а я иду, вокруг меня со всей улицы собаки, кошки, у меня две голубятни, у злого человека голуби не водятся, обнимают, ой, одни мощи, одни мощи, у нас все, любят все, у нас сестры очень хорошие, приехали американцы тут и, ой, какие у вас сестры красивые, я говорю, это платки красивые, вот у нас есть один человек, он с детства, ну, моего роста, 33 года ему, и он учится в профучилище, он слепой с рождения, я хочу вас попросить, чтобы вы помолились, может, он прозреть, не надо, мы не знаем полезно или нет, мы не прозрение должны просить, а воли Божией, и вот приехал по чае в нас был волчатников Иван Андреевич, слепой, с детства, у него глазницы, а там ничего нету, и в это время к нему подошел один старец, говорит, Иосиф звать, и говорит, ты хочешь быть зрящим, я, говорит, так и опешил, это как же, у меня там ничего нету, Господь может сделать, но только веру потеряешь, уйдешь в мир, он говорит, не надо, не надо, не надо, и он так умер слепой, и вот парализованно лежал Сергей, который, Козлов, иконописец, он обнырнул, ударился головой, 17 лет лежал, Бога нашел, умница такой, вот умер недавно, мы были очень близкие с ним, лучший иконописец был, все разбирался, и в технике, во всем, а вот, я хочу спросить про уныние, зачем, как быстро заходит человек, уныние, потому что Бога не любит, огня нету, просто уныние, апатия, разные слова, а чего ради уныния, когда мы с Богом, когда Бог обещает победу, и какое-то уныние, я помочь не могу, потому что я не знаю, что такое уныние, у меня стоит цель, и я к ней пробиваю тоннель, оттуда пойдет вода на поля, да, вот это, от послания Ивана, богослова, написано, что вы куплены, большой ценою, и не делаете, рабами человека, да, а если человек работает на человека, это значит, что он его раб? Нет, он не об этом говорит. У христианам написано, что если ты раб, ты слушайся, как будто Христа слушайся, вот эта мысль тоже есть там. Это есть, здесь другодум говорит, не делайте соратниками страстей, греховной жизни тех людей, не порабощайтесь, познакомился, там наркотики дали, и теперь он уже раб его, теперь ему продает, вот он из дома все тащит. Да, ну, все, у меня вопросов нету, я могу, я хочу, вот у нас, я сейчас рисую, церковь там, потихоньку, рисуем, фрески. Вот на следующей неделе наш разговор будет уже в интернете, на нашем ютубе стоять. Ну, это прекрасно. Я сам не закачиваю, администрация работает, а я только замки снимаю. Хорошо. На нашем ютубе шестнадцать тысяч восемьсот роликов. Да. Вот апостол Павел, он ослеп от света. Вот люди, вот я иногда в один период хотел, чтобы Бог со мной общался. Но потом я понял, что Бог общается через Духа Святого. Не надо Бога там встречать, и Он не встретится так с тобой. Да? Да правильно. Правильно. Ты доверяйся Богу. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя, не моя. Как тебе, Господи, угодно. Какой долиной поведешь меня? Святы будут или смерть? Да будет воля твоя. Что до меня? И под святы говорили. Просить испытания не выдержу. Без испытания спасения нет. Не знаю, чего просить. По силам, Господи. Дай крест, чтобы я мог его донести безропотно. Да. Ну, все, у меня закончились вопросы. Я еще наберу, я вам позвоню. Так. Я вам скину потом, когда, во сколько можно. Так, я... Я напишу вам, если у вас есть время. Ну, благодарю. Большое спасибо. Главное, мы ездили в Грузию и у нас деньги сохранились здесь, грузинские. Вот, если бы ты был рядом, я бы тебе их отдал. Какие, посмотри. О, это я за лар. Это это 20,5 долларов. Ну, мы-то там разменивали их. Евро, доллары-то, нам кое-что надо было покупать-то. Я бы их отдал вам сейчас даром. Ну, как отдать-то? Я вот прям вам подаю вот рядом, 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 а ничего не получается. Нет, бит, я деньги не ищу. Бог самый богатый, ему не жалко. Если мне нужны деньги, он дал бы. А что дают, мне благодарен Богу. они у меня бестолку лежат-то. Ну, это значит, что еще приедет Грузия и использует эти деньги. Ну, отключай давай, отключайся. Во славу Божию. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...